Экзамен на качество общественники устроили сегодня городским заправкам. Каждую проверять будут по нескольким показателям. В первую очередь активисты проводят тест на недолив. В мерник из бензоколонки заливают 10 литров бензина и по шкале смотрят, сколько на самом деле. Вот эта колонка дает как положено. Здесь покупателям переживать не стоит. Здесь наливают как надо. За один день с проверками общественники посетили три заправки Владимира. По итогам первого этапа проверки все заправки успешно прошли тест на недолив в пределах погрешности, отмечает Александр Пронякин. У автолюбителей к Владимирским заправкам претензий тоже нет. Не жалуются ни на недолив, ни на качество бензина. Вот я заправляю здесь постоянно. Пока жалоб нет. Машина едет, едет, не стучит, не гремит, тянет. А вот результаты проверок говорят о том, что к выбору топлива Владимирцам нужно подходить внимательнее. В ходе рейда была выявлена станция, на которой бензин явно разбавляют. Тест на разбавленное топливо простой. Чтобы определить качество бензина, достаточно просто добавить в колбу с топливом в воду. Смешали. Должно получиться. Одна часть воды, одна часть бензина. То есть должно у нас получиться 250 миллилитров воды, 250 миллилитров бензина. Что мы видим? Что воды стало больше, а бензина стало меньше. Следующий шаг – проверка на октановое число, от которого зависят эксплуатационные свойства топлива, динамические и другие характеристики автомобиля. Если это 92-й бензин, то и октановое число должно быть таким же. Одна из заправок города этих правил не соблюдает и с тестом не справилась. А ведь качество топлива рассказывают активисты залог долголетия автомобиля. Порой от качества бензина может зависеть чья-то жизнь. В самом там, таком мягком варианте, это поломка автомобиля. А если это скорая помощь, которая заправилась некачественным топливом, и везет тяжелобольного, нуждающегося в срочной госпитализации, и вдруг из-за поломки двигателя не доезжает. Результаты проверок будут переданы соответствующим надзорным органам, рассказывает общественник. Если при проверке ведомств проблемы снова вскроются, недобросовестным владельцам автозаправок может грозить штраф от 500 тысяч рублей. Проводить такие экзамены на Владимирских заправках активисты намерены продолжать и дальше. Алексей Домнин, Александр Машаров, 6 канал.